Друзья, привет! У нас в гостях Дима Ламонов, специалист по кириллическим шрифтам. Для нас он расписал вот эти прекрасные часы, и сейчас мы поговорим поподробнее и расскажем все и про Диму, и про часы. Поехали! Давайте немного познакомим с нашими подписчиками. Расскажи немного про свои работы в целом. Какие-то, может быть, яркие работы, которые были до часов. Я бы хотел сначала рассказать вообще, чем я занимаюсь в целом и в общем. Еще раз привет! Меня зовут Дима Ламонов, и я люблю рисовать и писать буквы красиво. Стараюсь это делать. Это мое основное увлечение. Я этим занимаюсь последние 6 лет профессионально. А началось все с того, что я начал... Я увлекся графическим дизайном. Я работал графическим дизайнером и продолжаю им работать уже на протяжении где-то 10 лет, 11. Мне очень нравилось в графическом дизайне выполнять разные вещи. Там рисовать фирменные стили, дизайнить этикетку. Но больше всего мне нравилось рисовать логотипы. Когда я прекрасно научился придумывать знаки для логотипов, возник вопрос шрифтовой части. Как ее грамотно и красиво подобрать. Естественно, я, как и любой начинающий тогда дизайнер, скачивал подборку из 1245 кириллических бесплатных шрифтов, искал подходящий, нужный и вставлял его. То есть выбирал из готовых. Из готовых, да. Но это все-таки меня немножко парило, потому что это не твой шрифт. Это кто-то его когда-то нарисовал. И я задался вопросом, как нарисовать самому шрифтовую часть вообще. Шрифты, оказывается, основаны на каллиграфии. И чтобы понимать, как нарисовать шрифт, нужно просто изучить каллиграфию, и тогда у тебя получится нарисовать собственный шрифт. Потом я узнал, что есть школа каллиграфии в Санкт-Петербурге, и записался туда. Ты вообще из Питера, насколько я знаю. Да, вообще из Питера. И до переезда в Москву как раз я вот влекся каллиграфией еще в Питере. И вот пошел туда, в эту школу, от Аза до Ижицы, передаю привет, пользуясь случаем им. И там преподавали помимо западной европейской каллиграфии, еще и русскую каллиграфию. И я узнал, что у нас есть еще наше родное, давно забытое, что в общем в нем тоже есть какой-то потенциал невероятный, который можно раскрывать. Расскажи про свои работы. Какие-то самые яркие работы. В общем, интересно. Про мои работы, самые яркие работы. Ну, из последних, наверное, самых ярких и очень важных для меня работ, это была выставка в Арабских Эмиратах, в Биеннале, которая проводится один раз в два года. И вот мне посчастливилось так, что меня туда пригласили. И я там был единственным участником из России. И там, согласно моей концепции, у меня там было пять холстов. И была заявлена тема определенная этого Биеннале, она называлась «Сущность». И я вот, соответственно, с этой темой «Сущность» подготовил там мини-экспозицию. Там что-то вроде стихий, насколько я помню. Да. Это огня, зеленые, я так краем глаза видел, набихаясь у себя. «Сущности Земли» они назывались. «Сущности Земли». «Сущности Земли». Там как раз пять сущностей. Огонь, вода, земля, воздух и пятая сущность квинтэссенция. На самом деле еще довольно яркая работа. Это вот шрифт «Ламон», мне кажется, про который ты забыл. А, шрифт «Ламон», да, это тоже довольно яркая работа. Это, кстати, было сделано в рамках работы в студии Лебедева, потому что я там еще параллельно работаю. И шрифт «Ламон», да, просто вот мне пришла идея нарисовать шрифт, суть которой была в том, что в большую букву вписана маленькая буква. То есть вот видно в букве внешний контур большой, а внутренний – это маленькая буква. То есть внутри прописной буквы вписана строчная буква. И да, яркая эта работа тем, что она такая запоминающаяся, идея прикольная. И это подтверждается тем, что мы ее послали на конкурсы различные дизайнерские, и она там заняла в нескольких авторитетных дизайнерских международных конкурсах первые места. Давай перейдем к часам, и расскажешь на примере часов, как строится вся твоя работа с самого начала, наверное, протетипирование, эскизирование, создание эскизов до уже непосредственно росписи и итогового. Да, да. Но прежде чем я расскажу процесс работы, мы перейдем к компу, где я покажу, как я в фотошопе там делаю эскизы. Я хочу сказать, почему я вообще согласился расписывать эти часы. Потому что необычно интересная форма. Все. Ну, как бы меня реально заинтересовала вот эта вещь, как продукт. Тебя заинтересовал именно вот этот корпус или в целом часы? В целом вообще мне понравился сам продукт, потому что вот эта вот технология газоразрядных индикаторов, да, она такая, ну она уже известная довольно давно, но она как бы сейчас не особо-то, наверное, применяется. В нашу эпоху Apple Watch, iPod'ов, iPhone'ов и так далее, да, и вот она очень как бы, ну так, смотрится оригинально среди всего этого современных технологий. Наверное, можно параллели провести с кириллическим шрифтом, что это тоже что-то уже забытое, так же, как и такой старый шрифт, и, наверное, хорошо вспомнить о таких вещах. Ну да, параллель, то есть я возрождаю кириллическую каллиграфию, а ты возрождаешь как бы газоразрядные лампы, да? Давай перейдем к деталям, как, собственно, разрабатывался дизайн. Наверное, сначала с этой пары, день и ночь начнем, а потом пару слов об этих, это совсем новые, буквально вчера ты к нам принес их. Ну, во-первых, как бы хотелось, чтобы это было как-то осмысленно. Раз это часы, значит, соответственно, это тема времени, и как бы логично что-то на эту тему пофантазировать. И так как кириллическая каллиграфия, то прибавляем тему времени, и возникла идея написать поговорки, пословицы на тему времени. Первая поговорка, это дело, время, потехе, час. Вторая поговорка, век долог, да час дорог. Был подобран текст, а дальше я уже эскизировал, подбирал композицию, как это будет написано, как бы на самой основе, да, как это будет размещаться композиционно, там. Вот это я, может быть, на компе даже покажу, как я это эскизировал. Перед тем, как вообще делать какую-то работу, в большинстве своем случаем я делаю предварительный эскиз, потому что это позволяет минимизировать какие-то косяки и наглядно увидеть, что примерно получится в результате. Как только я определился с текстом, с поговорками, пословицами, о которых я говорил, я начал эскизировать и подбирать композицию. У меня был чертеж, вид сверху часов, и таким образом я мог прикидывать, что я могу здесь, грубо говоря, нарисовать, там, что хочешь, вот так, да. Вот, но я подумал, что интересно было бы обыграть вот эти вот отверстия и сделать такие концентрические круги расходящиеся и вписать туда текст. То есть я наметил вот такие линейки и примерно эскизно там начал прикидывать, как там может жить текст, короче говоря. И вот примерно я здесь там пишу, условно вот так вот, условно накидываю. Просто криво, грубо, главное, чтобы понять, как это в целом, как в массе это будет смотреться, да. То есть я заполнил вот одно кольцо, грубо говоря, вот сейчас быстро покажу, оно заполнилось, да, вот так вот. Потом заполнил следующее кольцо и так заполнил постепенно все кольца. И у меня в итоге вот примерно вот такой эскиз вышел. Потом я отключаю линейки, все чертежи, сохраняю эту штуку. И она у меня уже спроецирована на ту фотку, на основу. И я примерно вижу, как она будет смотреться в, ну, уже в реальной примерно жизни. Вот есть такая картинка, которая показывает как раз, как я перешел на этап эскизирования уже от руки. Я вырезал основы, которые по размеру такие же, как вот этот вид сверху этих часов. Отверстия вот эти отмерил, расчертил линейки и писал уже вот так, как будто я пишу на чистовую. Почему их две? Потому что хотелось сделать такой диптих, можно сказать. Это в искусстве, когда два произведения искусства, они не отрывают друг от друга, они вместе как бы представлены, дополняют друг друга. И вот, собственно, эти две модели, они дополняют друг друга. Это модель ночь, а это модель день. То есть здесь черная основа у нас, и на ней серебряным хромовым цветом написано как раз то, о чем я говорил. О необычности формы. То есть это к предыдущему вопросу, в общем, собственно, необычная форма. И в инстаграме я, короче, когда расписывал вот эту штуку красную, я, значит, запостил видосик 15-секундных сторис о том, как я, значит, ее расписываю. И задал вопрос, угадайте, что я расписываю. И я не ожидал такой бурной реакции, и народ начал просто сыпать вариантами и предполагать, что это такое. Потому что сходу так непонятно. Я еще снял видос, он был так обрезан, как бы, да, вот, то есть непонятно реально сходу, что это. И народ заинтересовался и начал просто накидывать варианты. Очень странная заготовка под кастет. Вот, когда я взял эту штуку, мне реально хотелось в первую очередь вот так вот сделать. Ну, короче, вот было там около сотни вариантов всяких разных. Я просто выбрал такие наиболее яркие. Но среди них и были, кстати говоря, правильные варианты. То есть люди писали это ламповые часы, часы на газоразрядных индикаторах. Конечно, все же очевидно. Да, как бы. И причем, ну, я спрашивал, откуда ты знаешь? А он говорит, ну, похоже. То есть некоторые, они были знакомы с продуктом, и это очевидно, ну, как бы, логично предположить, ну, сказать, правильный ответ. А некоторые, говорю, что не знают, просто вот как-то они поняли. Я еще не понимаю, как они могли понять это. Но как-то вот они поняли. Да, еще несколько бонусных вопросов. Во-первых, мне интересно, как ты относишься к уличной культуре, сфера смежная, и, прежде всего, к каллиграффити. Каллиграфия, которая проникла в эту уличную культуру. Положительно отношусь. Ну, во-первых, как бы, я в детстве тоже увлекался граффити, мне это близко, и, может быть, поэтому я увлекся тоже каллиграфией, потому что это тоже шрифты в основе граффити лежат. Вот, и к каллиграфити я тоже отношусь положительно. Вот, и при удобной возможности, если будет у меня такая возможность... Ты готов тоже что-то? ...то я что-то готов расписать, да. Просто пока возможности не предоставлялось, но желание есть, и, может быть, что-то будет такое. Пока у меня из масштабных проектов это я расписывал в бане у себя на даче просто, да, ну вот. А как ты расписывал стены внутри или снаружи? Снаружи ее я полностью расписал, да. Следующий вопрос связан с твоей работой в студии Лебедева. Мне интересно вообще, как она там происходит, насколько, почему ты вообще туда пошел и насколько это тебя, наверное, замыкает, как специалистом. Я так понимаю, что там многие проекты сверху опускаются или как? Ну, расскажи, в общем, твои впечатления. Ну, во-первых, как бы моя каллиграфическая деятельность, она не связана совершенно никак с деятельностью в студии Лебедева, потому что в студии Лебедева я занимаюсь графическим дизайном, и если какие-то там проекты и задачи связаны с каллиграфией, типографией, шрифтами и так далее, то я с удовольствием только рад, и тогда эти вещи пересекаются. Ну, вот чем я занимаюсь, это отдельно, это никак не касается студии Лебедева, просто я работаю в студии Лебедева, и вот так вот получилось, да, мне интересно было там поработать, и я там, ну, меня это никак не сковывает, меня наоборот это раскрепощает, потому что там можно дать волю фантазии очень конкретно, и любые идеи приветствуются, любой креатив. И последний вопрос, наверное, для тех, кто только в этой сфере развивается, какой бы ты совет дал начинающим каллиграфам? Ебашить. Отлично. Ну и ебашить, ну то есть практиковаться, практиковаться, еще раз практиковаться. Конечно, важно изучить историческую базу, те виды письменности, которые мне писали раньше, вот, то есть западноевропейскую и нашу тоже русскую, и уже, когда у тебя есть база, ты можешь уже понимать, как строится буква, какая у нее анатомия, и дальше уже жонглировать, манипулировать и придумать что-то новое свое, комбинировать и так далее. Ну, на самом деле, в любой сфере. В любой сфере. И строится, что все основано на большом объеме работы, который ты выполняешь. Да, да. Трудиться, учиться и так далее. И совмещать с чем-то новым, как бы, ну то есть вот как-то по-другому преподносить это в контексте современном, что ли, типа того. Дим, спасибо, что ты пришел. Спасибо, что призывал. Да, что дал интервью, что расписал наши часы. Был рад. Друзья, всем, кому интересно что-то спросить у Димы, напишите внизу в комментариях, я ему передам. Может быть, он сам в комментариях ответит. Может быть, сделаем еще интервью, если будет совсем что-то интересное. Посмотрим. Спасибо за просмотр. До встречи на следующей неделе или где-то так. И берегите время. Точно. Пока. До встречи на следующей неделе.